Значение скорой медицинской помощи трудно переоценить. Насколько оперативно приводит бригада медиков, зависит не только здоровье, но и жизнь человека. Во многом это зависит от водителей машин, скорой медицинской помощи и всего медицинского транспорта. Работу эту выбирают не только профессионалы высокого класса, но и люди особого склада души. Накануне профессионального праздника Дня водителя и дорожника чествовали лучших представителей коллектива специализированного автотранспортного предприятия. О людях за баранкой скорой наш следующий сюжет. Уже стало традицией накануне Дня автомобилиста и дорожника в специализированном автотранспортном предприятии Пинской центральной поликлиники чествовать лучших и подводить итоги конкурса профессионального мастерства среди водителей автомобилей медицинской и скорой помощи. На этот раз участие в самом престижном соревновании профессионалов приняли 90 водителей, чуть ли не каждый второй. Данный конкурс уже проводится у нас пятый раз. Можно сказать, это уже юбилейный. Номинации конкурса, которые мы проводим, стараемся охватить всех, которые сталкиваются водители на дорогах. Это и змейка передним, задним ходом. Это приравнивается к нашим движениям на дворовых территориях, когда машины заставлены. Также парковка, колея. Это все взято отдельные элементы с непосредственного нашего движения, участия на дорогах. Те, кто сидит за рулем специализированного транспорта, от которого зависит четкость и оперативность работы медиков, всех учреждений здравоохранения региона, демонстрировали в течение нескольких дней свои умения и навыки. И эти, закаленные буднями профессионалы, волновались, очень старались, ведь все происходило на глазах коллег. А они и есть самый взыскательный экзаменатор. Проводим еще с целью показать людям не по книжке прочитать, а чтобы водитель мог посмотреть на своего коллега и посмотреть, какие ошибки он делает, либо какие недостатки, либо, возможно, где-то какой-то элемент, или что-то посмотреть самому, где-то что-то научиться. В принципе, для того, плюс дополнительно еще, как бы, это уже более административный режим, это проверка все-таки технического состояния автомобиля в таких вот, ну, экстремальных случаях. Более 150 водителей практически ежедневно садятся за руль спецтранспорта, чтобы медицинская помощь подоспела вовремя. И так очевидно, что многое зависит от их профессионализма, знаний правил дорожного движения, планировки местности и конкурс – еще одна прекрасная возможность повысить мастерство. У нас были случаи, ребята, которые весной приходили, ну, скажем так, сложно им было даже с гаража выехать. Ну, на конкурсе, ну, 4 месяца управления автомобилем, ну, среднее место заняли. Это уже, я считаю, это уже большой плюс. Настоящий водитель скорой равноправный член медицинской бригады. И его помощь в сложные, критические моменты спасения пациента просто неоценима. Водитель скорой помощи, я думаю, что все-таки ответственностью, потому что, как бы, тот же самый участник движения, но у тебя находится и бригада, которой оказывать помощь едет, как бы, люди обращаются. Ну, ответственность, все-таки ответственность, понимание ситуации, ну, как бы, адекватности какой-то внутренней дисциплины. Надо чувствовать, понимать работу, которую выполняешь, потому что участвуешь в команде. Судя по количеству награжденных в этот предпраздничный день водителей, которых чествовали от всего сердца и души руководители здравоохранения города, лидеры профсоюзных организаций, связав свою судьбу с такой нелегкой и ответственной работой, они готовы посвятить ей всю трудовую жизнь. Дорогие коллеги, хочу поздравить вас с праздником, наверное, с настоящим праздником всех автомобилистов. Это и женщины, это и мужчины любого возраста. Всем с праздником здоровья, счастья, успехов, удачи. Спасибо. Спасибо.